По холоданию готовятся не только тепловики. В Шимкенте началась масштабная очистка каналов и арыков. Коммунальным службам предстоит освободить из мусорного плена 97 километров рек и каналов. Там, куда техника подъехать не может, в ход идут лопаты. Накопившиеся отходы вывозят самосвалами. «Этот участок Кашкараты рядом со свинцовым заводом был выше. Когда шёл ливень, вода переполняла реку и затапливала соседние дома». На этом видео большая вода топит улицу Рыскулова. Справиться с бурными потоками не может ни городская ирригация, ни коммунальные службы. С подобными катаклизмами шимкентцы сталкиваются несколько раз в год. После проливных дождей подтопленными оказывается почти половина городских улиц и проспектов. Страдает и частный сектор. Пешеходы вынуждены передвигаться по колено в воде, а местные жители привычными движениям вычерпывают воду, залившие дома, магазинчики и кафе. «Такая же ситуация была на проспекте нам Султана Назарбаева в микрорайоне Нурсад. Вдоль проспекта лотки соединялись с трубами малого диаметра. Из-за этого вода наполнялась и разливалась по всему проспекту. Мы убрали трубу и на её место установили лотки. Закрыли их решётками». Беспокойство у горожан вызывает и ремонт улицы Байтурсынова. Вдоль дороги нет ни одного лотка. Значит ли это, что прошлогодние потопы могут повториться? Подрядная организация просит горожан набраться терпения и дождаться первых дождей. Обещают, что ирригационная система выдержит ливневый удар. И это при том, что все сливы спрятаны под землёй. «У нас установлены метровые плиты, которые потом будут открываться, и вместо вот этих метровых плит будут устанавливаться решётки». Лотками оборудуют и отдалённо от центра населённые пункты. Правда, произойдёт это не раньше следующего года. Экстренным службам вновь придётся работать в режиме повышенной готовности.